привет друзья мы купили грузовик но и не просто грузовик а электро грузовик да естественно грузовик этот электро и пока весь мир в ожидании tesla semi мы решили собрать нечто похожее но ускоряться он вряд ли будет 5 секунд до 100 хотя я если снять эту холодильную будку в принципе должен поехать и купили мы этот грузовик благодаря нашему подписчику который сбросил нам ссылочку на эту машину которая находилась в голландии а мы находились нью-йорке мы доходили смеялись класса ли фотографии это было все весело и через три дня его купили потом стало грустно потом стало грустно в общем давайте начнем сначала да это грузовик который всегда был электрический это не бензиновая переделка он стоил изначально катастрофических 100000 евро а в продаже мы увидели по цене почти 6000 евро насколько помню но около того но мы поторговались и купили его итоговая какая была цена 4 с копейками но четыре с половиной тысяч евро мы его приобрели значит первое чем мы столкнулись что он достаточно тяжелый то есть это не просто какая-то газель он больше чем газель шире тяжелее многократно то есть это реальный грузовик и первое чем мы столкнулись от транспортные расходы транспортные расходы обошлись но примерно в половину стоимости этого грузовика дальше если вы знаете ну и часто смотрите наше видео вы должны помнить что в украине нет растаможки электроавтомобилей но это позади нас не электроавтомобиль не так это нет растаможки легк нет растаможки на легковые автомобили до электро это грузовое лидра мобиль поэтому растаможка есть причем есть и причем вспомним начало там где мы говорили что стоил он 100000 евро и нам пытались в него впаять пытались него впаять 10000 евро растаможки представьте смысл грузовик уже рос на глазах стоимость росла на глазах ну и пока у нас еще как бы не вступили в силу все нововведения политические коррупция у нас процветает поэтому растаможек он естественно дешевле этот автомобиль называется модык он на 2011 года выпуска и это последний год когда они выпускались потом эта компания немножко разорилась продалась но даже не потом это все происходило в процессе они начали выпускаться по моему с 2007 года в связи с перипетиями этой компании конечном итоге у них долг вырос в 40 миллионов но это не интересно они решили закрыться эти грузовики больше не выпускаются ну как интересно потому что постоянно в комментариях пишут тесла убыточная компания она идет на дно то что идет на дно уже давно на дне как бы ввод модыка то есть он шел на дно он туда пришел последний вариант этого автомобиля он выпускался с разными вариациями батареек и так далее и тому подобное в конечном итоге мы даже не знаем какая здесь еще батарея мы до нее не добрались но знаем что она 60 киловаттная она здесь есть и знаем что эта машина двигается со скоростью 80 километров в час максимум то есть это такой городской грузовичок едет он достаточно много он проезжает больше ста километров с весом почти в три тонны и полезную массу он на себя берет полезную нагрузку где-то 2 700 он на самом деле похож на сами тем что у него очень обтекаемого лобовое стекло то есть его сделали вот таким загнутым я думаю что этот кузов изначально планировался сделать массовым и они хотели чтобы он развивал скорость больше чем 80 км в час здесь две входные двери и находятся они не там где привычный нам ну как бы находятся они за кабиной и пожалуйста собственно это то из-за чего ее и продали вот это вот штуковина это двигатель редуктор и все остальное вот она называется модах она накрылась к сожалению но представьте что такую махину огромную там без какой час этой машины на на сейчас ее взвешивали ве 700 2 600 пейса короче почти три тонны тяну вот этот вот маленький арбузик причем сам двигатель это будто вот часть в конце а а это инвертор сказать что этот мотор 100 лошадиных сил то есть в районе 70 там чем-то киловатт поэтому ну вот как то так поэтому он лежит в салоне вместо того чтобы стоять там где он должен стоять но у нас планах поставить сюда мотор задний а вот эти вот эти вот эти а планах давать к самом конце давать дальше он сейчас саша показывают покажут органы управления вот такой у нас красивый автомобильчик коробка пулемет вот здесь регулируемый подлокотник такой же точно как в рейндж овере значит мультимедийная система но вот эту вот эту часть мультимедийной системы на что дочек забрал и переставил себе машину уже оригинальная часть остается потом дальше кабина здесь невероятно высокая но и здесь есть все удобства такие же как это также как как ну в обычных грузовиках все было все идеально подголовник он сгибается вот так чтобы сделать жизнь невыносимой в салоне машины футуризм вот этого салона футуристичность салона поражает учитывая насколько мелко серийная эта машина была всего сколько всего было выпущено таких машин саш я уже сейчас не скажу но не так уж мало как тебе кажется они должны были выпускать 4000 машин в год но что-то у них не получилось и они выпускали около 400 машин в год и панорамная крыша в тамбуре тоже присутствует а полноценный тамбур получается здесь вот кабина а вот управление холодильной установкой здесь бы можно было бы конечно сделать кровать но тогда никто не выйдет из машин но что такая интересная компонов да это рефрижератор мы еще не знаем что мы будем морозить пока морозим деньги пока да пока что ты заморозили здесь деньги в этой машине морозит плотно она она была куплена месяца три назад наверно то есть пока она доехала пока растаможить пока наша таможня поняла что такое моды и и как его вообще собственно можно сюда завести в общем у нас все не быстро то же самое лобовое стекло округлой формы которая мы видели снаружи она здесь реально стекло кстати то есть саму стоимость этого стекла ну все саша зовет показать для чего собственно этот грузовик был изобретен у нас дождик пошли спрячемся в уютной комнатной квартире холодильная основу к самом деле вот это мотор и от нее все остальное я тоже почему-то сняли непонятно зачем это закрылся здесь мотор пока можете понаслаждаться прекрасным видом из окна этой машины есть такая грядка движимого имущества а это недвижимость и он саша сейчас расскажет о истории недвижимости еще компания которая создала этот автомобиль и она занималась буровыми установками которые добывают нефть потом почему-то захотели сделать электромобиль компания которая нет добивай сделали электромобиль интересно но и по большей части машина это использовалось в порту нет смысла гонять какие-то бензиновые грузовики по порту и вокруг порта есть смысл пользоваться вот такими машинами и они сделали для себя наверное в том рефрижераторе эти нефтепродукты возили не портили здание все про но в связи с тем что в мире начали пошли вход законы которые запрещают dv сам ездить по центру города и так далее то допустим голландия вот туда было куплено немалое количество этих машинок для передвижения по центру города покупали большие компании такие как dcl а также эти автомобильчики использовались в центре города для перевозки мелких грузов это холодильник были еще обычные грузовички были ну чем под узкую задачу эти машинки делали напоминание здесь ведь библия нарисован и вот первая заповедь для этой машины эта машина должна быть всегда включена в зарядку если не используют в эту машину приблизительно мы в судим тюнинга в районе 30 с чем-то тысяч долларов и давай немного не так вот сунем сюда не тюнинга мы всунем сюда теслу скорее всего с ее мотором с ее батареи скорее всего потому что синхронизировать эту батарею будет невозможно мы планируем засунуть сюда большую половину теслы надеемся что у нас это получится правда когда это произойдет не спрашивайте здесь самое интересное что этот проект как и первый наш проект труп тесла начинают саш и как и первый наш проект труп тесла возможно никогда он не будет в том виде которым был задуман изначально поэтому на этой неделе и он будет восстановлен все спустя два с половиной года то есть мы сняли первую серию это и к тому что в этом сериале неизвестно когда будет вторая серия я совсем неизвестно когда будет финальный нам самим интересно как будет развиваться как будут развиваться события все кто причастны к этой истории уже покрутили пальцем у виска потому что на самом деле но уваживите эту недвижимость это задача в которой даже мы сомневаемся периодически но будет интересно если вдруг она поедет тем более что когда она поедет если она поедет правильно на рассказать все таки когда она поедет когда она поедет она будет ли он случае ехать лучше чем заявленные характеристики у это автомобили завода это гарантированно у меня плохие новости вас крыши течет панорама как бы она не течет это просто конденсат конденсат в общем ребята подписывайтесь на канал чтобы не пропустить неожиданно вышедшие следующую серию этого замечательного проекта потому что на данный момент мы будем скорее всего завершать проект труп тесла который был начать несколько лет назад с новым вдохновением и с новыми запчастями между прочим тесла настолько сильно видоизменилась последний год снова они начали ставить новый двигатель там появились новые прошивки она теперь проезжает еще на 80 метров больше поэтому в труп тесла могут быть уже интегрированы новые технологии а по поводу этой машины мы ждем от вас бурную фантазию в комментариях пофантазируйте о всех возможных вариантах развития развития событий с этой машины по поводу сбросить ее с горы и другие подобные комментарии они уже звучали от всех вокруг здесь поэтому больше оптимизма и эта машина обязательно поедет так что увидимся пока